Я передаю слово для начала работы нашей конференции Владимиру Георгиевичу Полякову с мемориальной лекцией о роли Льва Абрамовича Дурнова в развитии детской онкологии в России и в нашем центре. Владимир Георгиевич, вам намечена такая роль, от которой вы уже не отвердитесь в плане распределения. Конечно. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. И мне повезло, я 30 лет ровно проработал с этим обаятельнейшим человеком, о котором сегодня расскажу несколько слов. Это Лев Абрамович Дурнов в пору своего расцвета, и это очень приятно. Я его узнал в 1973 году. И с 1975 года мы работали вместе. Лев Абрамович родился в 1931 году в Москве. После окончания второго МОЛГМИ, тогда он был имени Сталина, институт тогда, не имени Пирогова, был распределен в районную больницу села Ульянова в Калужской области, где работал хирургом в течение трех лет. Он много рассказывал об этом периоде жизни, очень много интересного, потому что вообще был классный рассказчик. Это Морозовская больница того времени, в 1959 году он был принят на работу врачом-хирургом детской городской больницы имени Морозова, номер один, под руководством профессора Пономаревой, который, в общем-то, он всегда говорил, очень хорошо отзывался, тепло, и что она сыграла такую вот ведущую роль в том, что он стал онкологом. В 1962 году Лев Абрамович защитил кандидатскую диссертацию на тему лечения микросвисторонной анемии у детей. И Морозовская больница вообще тогда была таким ведущим центром, местом координации лечебной, педагогической работы. И там работали такие известнейшие знаменитые хирурги, как Краснобаев, Рябинкин, Терновский. И возглавлял больницу главный врач Ермолай Васильевич Прохорович, который очень хорошо относился ко всем новшествам, всем перспективным исследованиям и направлениям. И вот в эту пору повезло там работать Льву Абрамовичу Дурнову. 1964 года на этой базе трудились основоположники детской онкогематологии. Это профессор Наталья Сергеевна Кисляк и Лидия Алексеевна Махонова, а также их коллеги, о которых наверняка расскажет Александр Григорьевич сегодня. Это Евгения Александровна Морозова и Александр Александровна Мазо. Великие люди. Идея возникла тогда. В ту пору все больные с онкологическими заболеваниями концентрировались в Морозовой больнице. Для единственного метода лечения это была рентгенотерапия на РУМ-17 на аппарате, который я еще застал, мы застали, кто работал в Морозовой больнице. И возникла идея открытия детского онкологического отделения на базе 3-го хирургического отделения. И точная дата открытия отделения, вдумайтесь в это, 20 января 1962 года, когда люди стали заниматься вопросами детской онкологии. Вы видите здесь первых исследователей наших, Лев Абрамович, Валентин Иванович, Арнольд. Возглавил отделение Лев Абрамович Друнов. Первые врачи, которые были в детском онкологическом отделении. Валентин Иванович Лебедев, Владимир Алексеевич Коренков, Арнольд Иванович Рябов. Несколько позже пришли люди, которых я тоже уже застал. Алексей Алексеевич Гончаров. Многие помнят Аркадия Фремовича Бухны, Евгения Сергеевича Ермакова, Лариса Гордина Рязанова. Она стала потом первой заведующей поликлиническим нашим отделением здесь. Александр Владимирович Киселев, Лени Платинский, Юнисов, Засохов, Белкина. Позвольте, я без имену ночица, чтобы не тянуть время. Ну и потом следующая волна, которая пришла в детскую онкологию, это вот та, которая нижними строчками обозначена. Ну и многие другие, которых, может быть, были в ординатуре, в аспирантуре, но потом разъехались по городам и весям. В 1966 году Лев Абрамович занялся онкологией вплотную и зачтил докторскую диссертацию, которая мне осталась по наследству, она у меня лежит в кабинете, лечение опухоли вильмсов у детей. Это огромный большой труд. По тем временам это новаторская работа, которых не было аналогов вообще в Российской Федерации. И, в общем-то, за рубежом тоже не так уж много было таких обобщений. В 1971 году ему было присвоено звание профессора, и он своим талантом, наставника, стимулировал своих коллег серьезно заниматься научной работой. И среди учеников первыми зачтили кандидатские диссертации, впоследствии еще докторские диссертации. Это и Валентин Анатольевич Лебедев, Алексей Алексеевич Гончаров, Бухны, Салтанов. И вот тот список, прямо по списку пришедших в отделение, потому что они сохранили верность профессии до конца, вот эти все люди, которые здесь обозначены в этом длинном списке. Вы видите здесь, как раз я вернусь, это Юнисов, Эдик, это Ариф, которые возглавляли службу химиотерапии. Ну, это вот эпизод из веселого подготовления к хирургическому вмешательству в каком-то. Это Лев Абронович Мойца с Гончаровым вместе. Вот здесь вы видите Григория Янкича Цейтлина, который позже пришел. Здесь вы видите Юрия Викторовича Пашкова. Кстати сказать, это первый детский отечественный хирург, который осуществил эндопротезирование у ребенка с остеоцеркомой бедренной кости. Юрий Викторович, недавно была годовщиной его смерти, 14 ноября. И доктор медицинских наук Балмасина Белкина, первый специалист, детский офтальмолог, онколог в отделении детской онкологии, которая начала работу в ДКБ, и потом долгие годы работала здесь, до выхода на пенсию. К сожалению, их с нами уже нет. В июле 1965 года по предложению президента Российской академии медицинских наук Николая Николаевича Блохина на базе Морозовской больницы было открыто научное отделение, которое стало принадлежать Институту экспериментальной онкологии. Лев Абрамович пригласил Николая Николаевича Блохина в Морозовскую больницу на обход. Осталось колоссальное впечатление после этого обхода. И в 1965 году он предложил организовать на этой базе отделение ИЭКО МНССР, так тогда назывался онкологический научный центр. И в 1965 году Лев Абрамович Дурнов, Лебедев и Гончаров стали штатными сотрудниками Института экспериментальной клинической онкологии Академии медицинских наук Российского Советского Союза. Поскольку Лев Абрамович понимал, что развитие детской онкологии это не только хирургия, он занимался развитием таких предметов, как химиотерапия, как лучевая терапия. И вот наш профессор Гарин Август Михайлович, который ныне и сегодня здесь, был первым консультантом-химиотерапевтом в детском онкологическом отделении. Он туда приезжал, я застал эти визиты. Потом его сменил Михаил Романович Личинистер, Василий Иванович Борисов, которые приезжали к нам туда. И в этот уже период начали такие серьезные исследовательские работы в сотрудничестве с другими подразделениями нашего онкологического научного центра. Первым консультантом-лучевым терапевтом некоторое время был профессор Анкундинов, который работал на Калужском шоссе в институте рентгенологии. Потом его сменил доктор медицинского Владимир Иванович Цыганкин. И долгие годы возглавлял лучевую терапию, ныне почивший, Генрих Витальевич Голдобенко. Многие его, конечно, помнят, многие его знают, его вклад в детскую онкологию. В 1976 году на новой территории онкологического уже научного центра Академии медицинских наук был организован отдел детской онкологии из двух клинических отделений общей онкологии и онкогематологии, а также поликлинического подразделения. И эти два подразделения возглавили выдающиеся ученые Лидия Алексеевна Махонова и Лев Абрамович Дурнов. Вот здесь вы видите фотографии на открытии детского онкогематологического отделения с нашими коллегами, там Светлана Александровна Маякова еще, Ирина Евгеньевна, и Лидия Алексеевна, и Евгений Иванович Моисеенко. И здесь вот эта троица, которая дружно шла по жизни все это время, это профессора Натальи Сергеевны Кисляк, она тогда была замминистра здравоохранения, Лидия Алексеевна Махонова, которая возглавила онкогематологическое отделение, и Лев Абрамович Дурнов. Здесь не могу не вспомнить эти фотографии, это Лариса Гордеевна, Рязанова, заведующая, первая заведующая поликлиника, Евгений Сергеевич Ермаков, Ирина Сергеевна Петерсон, блестящая, красивая женщина, которая возглавила отделение диагностики, цитологической диагностики, лабораторной диагностики, Генрих Витальевич, еще раз Юрий Викторович Пашков, Аркадий Федорович Бухны, который ныне эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, там, в общем-то, достаточно активно ведет свою жизнь. Большую помощь, поддержку детской онкологии осуществлял и заместитель директора центра профессор Вадим Николаевич Герасименко, он был заместителем директора по лечебной работе, в общем, главным врачом. Лев Абрамович, с учетом тех достижений, которые уже были получены в отделении детской онкологии, он стал создавать, развивать сеть детских онкологических учреждений путем каких-то выездов, лекций. Я участвовал в этом становлении, мы ездили по городам и весям и открыли первые в ту пору еще только кабинеты. Я прошу прощения, сейчас я это уберу. Кабинеты, не было еще отделений, были только кабинеты детских онкологов, и то не по всем регионам. И вот первые там города, в которых это все было сделано и открытое, потом привело к образованию отделений, это Ленинград, Ижевск, Емерово, Чебоксары, Пермь, Волгоград, Воронеж, Тула, ну и другие последовательно по ходу. Сейчас я покажу хронологию создания этих отделений. Во многих из них потом были созданы детским онкологическим отделением. Одно из ведущих и хороших, классных таких отделений в ту пору стало отделение Московской области в городе Балашиха, или Балашиха, я не знаю, как это правильно, все по-разному, Балашиха, Балашиха. Вот, и, кстати, Светлана Рафаэльна была там руководителем, а до этого был Тимур Ахмедович Шаровев, который тоже вошел в историю. В 87-м году, когда мы уже были здесь, было открытие первого стране отделения реабилитации Липки, которое до сих пор находится под каким-то там запретом, вопросом, мы никак не можем раскачать, чтобы там что-то такое произошло в этом отделении, но вот уже многие-многие годы. В 93-м году Лев Абрамович создал журнал детской онкологии, который выпускался до 2005 года, потом были финансовые проблемы, пришлось создавать другой журнал, и теперь с ним тоже проблемы. В 93-м году была создана первая в стране кафедра детской онкологии при ЦОЛИУ, Центральная ордена Ленина, Института совершенствования врачей. Сначала был курс, а потом стала кафедра, на которой проходили циклы усовершенствования врачей и сертификационные циклы. Я хочу сказать, что фактически в ту пору все врачи, которые стали работать по городам и весям, не только России, но и зарубежья, это все были ученики Льва Абрамовича Дурнова, которые проходили циклы образования по детской онкологии на кафедре, и фактически все заведующие отделениями, первые заведующие отделениями всей нашей страны, это все вышли из этой школы. В 1989 году в составе онкологического научного центра был организован Институт детской онкологии, гинематологии, директором которого был назначен Лев Абрамович Дурнов, уже удостоенный к этому времени звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Это здесь фотография с Николаем Николаевичем Трапезниковым, кто не знает. Вот это его сподвижник Льва Абрамовича, член-корреспондент Российской Академии наук Александр Ильич Салтанов, который сопровождал его всю жизнь до своей смерти и работал вместе. И Лев Абрамович, безусловно, был, в общем-то, настолько интересным, великим и знаменитым человеком. У него было колоссальное количество всяких должностей. Он был членом различных советов по проблемам злокачественных наобразований, член экспертного совета, член СИОП, редактор большой медицинской энциклопедии, у него там были главы, редактор журнала «Детская онкология», заместитель главного редактора «Вестник онкологического центра» и многих других журналов. Был президентом детского противоракового фонда, членом правления российского детского фонда и заместителем академика-секретаря отдела клинической медицины Российской академии медицинских наук. Он является автором более 600 научных работ, в том числе 35 монографий. Очень был, как говорят, писучий человек, очень легкий. Он был членом Союза писателей. Под его руководством было выполнено более 80 кандидатских, 20 докторских диссертаций. Он был лауреатом государственной премии и был первым главным детским онкологом Министерством здравоохранения Российской Федерации долгие годы. Он организовал научно-практическую базу для новой специальности. Это очень важная веха в истории детской онкологии. Им создана и сама новая специальность детская онкология, которая была введена в номенклатуру врачебных и провизорских специальностей в 3 сентября 1997 года. У него почти 40 монографий, но в последние годы жизни он выпустил такие книги, как «Жизнь врача», это о нашем институте, о сотрудниках, и вообще очень интересная книга, ее надо почитать. Это было руководство, первое по детской онкологии, это был первый учебник по детской онкологии, который был издан в Советском Союзе и потом переиздан в Россию уже. Здесь вы видите, он с великими учеными общается, с большими людьми, и он получил большое признание в круге больших ученых, признание руководства страны, правительства страны и, безусловно, своего коллектива, который его окружал до последнего дня его жизни. И он стал ведущим специалистом в области детской онкологии, стал руководить очень серьезными научными исследованиями по вопросам клиники, диагностики и лечения детей с солидными опухолями, разрабатывал и совершенствовал все виды комплексного лечения, химиотерапию, лучевую терапию, иммунотерапию, программы химиотерапии, нефробластомы, нейробластомы, рабдомиосоркома, костных и других злокачественных солидных опухолей. Изучали схемы лучевого лечения с целью минимального повреждения нормальных тканей. Вы знаете, что в эту пору были приняты фракционированная подача лучевой терапии в этот период в жизни. Внедрялась методика проведения гипертермии, опухолевонкопедиатрической практики, к которой мы вернулись через многие годы. Целью данных исследований являлось усиление эффективности лечения больных с резистентными мягкотканными на образовании, прежде всего, и плохим прогнозом заболевания. Под руководством Лео Абрамовича разработаны и широко применяются в детской клинике иммунокорригирующие препараты, позволяющие повысить результаты лечения при гемобластозах и солидных опухолях. И это направление постоянно совершенствуется, особенно после создания на базе института отделения трансплантации костного мозга, что значительно повысило возможности лечения больных с тяжелым прогнозом. Огромное значение он придавал иммунодиагностическим методам, которые позволяют правильно определить распространенность процесса, индивидуальную чувствительность опухоли к химиопрепаратам. И это направление разрабатывается до настоящего момента. То есть это вот такое предвидение у него было, и он всеми прогрессивными методиками старался заниматься, старался внедрить, никогда ничему не мешал в плане каких-то юных идей, молодых исследователей, всегда давал возможность поработать в этом плане. Существенным вкладом, конечно, явилась его любимая тема, это разработка комплексных подходов к программной терапии нефробластомы. И когда больные поступали в Морозковскую больницу с огромными животами, ужасно запущенном виде, и когда выживало 10-15% больных, то в результате проведения работы сейчас мы имеем выживаемость до 90%. В последние годы Лев Абрамович, он вообще очень любил и очень увлекался опухолями печени, и увлекался разработкой комплексной терапии детей с опухолями печени. Они с Валентином Ивановичем оперировали всегда вдвоем, были отработаны показания, противопоказания к оперативным мешальствам на печени, решались вопросы объема оперативных мешальств, в зависимости от их локализации, объема поражения. И, безусловно, тогда уже были предпосылки, и потом они развелись и в хорошие результаты вылились. Это вопросы химиотерапии при опухолях печени у детей, что сейчас у нас является тоже такой приоритетной тематикой и в хирургии, и в лекарственном лечении. Разработывались комплексы лечебных мероприятий у детей в зависимости от локализации опухолевого процесса, когда нельзя было полностью использовать комплексное лечение. В частности, это касалось опухоли головы и шеи, где часто невозможно проведение радикального оперативного удаления опухоли. Были предложены программы химио-лучевого лечения, которые позволили достичь двухлетней выживаемости у 80% больных. Это очень высокая цифра по тем временам. Она и сейчас примерно такая же, несмотря на то, что появились новые компоненты лечения. И очень современным таким моментом и тонким являлась попытка избежать калечащих операций в детском возрасте. При этом была внедрена программа лечения больных с опухолями глаза и орбит, ретинобластом и в частности с сохранением глаза, чем занималась Белла Моисеяна Белкина. И продолжает это делать ее ученица Татьяна Ленина Ушакова успешно. Разрабатывались методики оргосохраняющих операций с эндопротезированием прикосных опухолевых у детей. И во многих случаях уже тогда удавалось избежать ампутационной техники, что резко повысило эффективность проводимых реабилитационных мероприятий и благоприятный прогноз у этих пациентов. Большое внимание, вот когда уже вроде бы казалось, достигнуты какие-то большие успехи в лечении определенных нозологических единиц, стал вопрос, что же делать с пациентами запущенными третьей, четвертой стадии заболеваний. И Лев Абрамович обратил на это внимание и стали заниматься разработками программ комплексной терапии опухолей у детей именно с этими запущенными стадиями. Была определена роль оперативного лечения при этих заболеваниях, значение консервативных методов детей с метастазами и ряд научных вопросов, которые уже тогда поднимал Лев Абрамович, были посвящены уже вопросам качества жизни, потому что больные стали выздоравливать. Это не 10-15% выживших больных, большое количество больных, которые потребовали вопросов медицинской, психологической, социальной реабилитации и адаптации у данной категории больных. За время работы директором Лев Абрамович проявил себя как потрясающий совершенно организатор. Под его руководством была проведена реорганизация после того, как был создан институт НИИ детской онкологии. Выделены новые структуры в структуре института, в том числе это отделение амбулаторной диагностики лечения, хирургическое отделение опухоли головы и шеи, торако-абдоминальной локализации. Было единое тогда отделение хирургическое отделение опухолиопорно-двигатель аппарата, отделение химиотерапии лейкозов, химиотерапии лимфом, интенсивной терапии на структуре реанимации, отделение трансплантации костного мозга, рентген. То есть все это настоящий, был создан настоящий полноценный институт со всеми его функциями и возможностями для лечения наших пациентов. Лев Абрамович явился организатором первой кафедры, об этом я уже сказал, который готовил педиатров-онколог для всех регионов России и государств СНГ. И еще раз здесь написано, каким он был великим и занятым человеком. При всем при этом его отличала высокая требовательность как к себе, так и к сотрудникам, но одновременно он был необыкновенно добрым, необыкновенно доброжелательным и незлопамятным человеком. И очень принципиальным при этом. Среди детских онкологов нашей страны и за рубежом он пользуется заслуженным авторитетом как организатор и ученый-исследователь. Ну вот вся эта работа, то, что было в институте, безусловно, она распространялась на края, на регионы и веси, и высокая смертность, которая тогда составляла 80 и больше процентов, предопределили сообразность и необходимость создания специализированной детской службы для агностики и лечения этой сложной категории больных на всей территории нашей страны. И вот я уже сказал, при его инициативе и при поездках, при консультациях, при конференциях, которые он проводил, он очень был активным, очень много выезжал, путешествовал в разные города, где читал лекции, занимался пропагандой развития детской онкологии. Вот по его инициативе в 1966 году в Санкт-Петербурге впервые в составе НИИ онкологии Петрова было открыто отделение детского возраста на 40 коек. В 2006 году это отделение уже имело статус отделения химиотерапии, комбинаровой, лечения детей со злокачественными опухолями. Вот за 60-е и 70-е годы была организована онкологическая помощь детям в стране, были открыты первые детские онкологические отделения в Ленинграде, Балашихе, Перми, Кемерово, Волгограде и других городах. Была создана проблемная комиссия по детской онкологии, проблемная комиссия по детской онкологии стран СЭФ, в которую вошел Лев Абрамович Дурнов, был организован Международный комитет по раку детей, в котором также принимал участие Лев Абрамович. В 1971 году стали лечить детей с гемобластозами в детском гематологическом отделении Нижегородской детской областной клинической больницы. В 1976 году было открыто отделение детской онкологии со злокачественными солидными новообразованиями, то есть через 5 лет туда стали поступать дети с солидными опухолями. В 1976 году отделение детской онкологии перебазировалось сюда, на базу онкологического центра, а в 1989 году уже был создан научно-исследовательский институт детской онкологии РОНС имени Блохина на 150 коек. В 1979 году было открыто гематологическое отделение на 40 коек в городе Свердловске, куда стали госпитализироваться в том числе дети с гемобластозами. В 1985 году на базе областного клинического онкологического диспансера Волгограда был создан межобластной детский онкологический центр на 60 коек, который был предназначен, хорошая была идея для лечения детей Нижнего Поволжья, Самарской, Саратов, Астраханской областей, Калмыкии, Дагестана. В 1992-2000 годах этот центр получал помощь и поддержку немецкой благотворительной организации Кэр Германия и врачи центра Волгоградского прошли обучение в клиниках Германии в эти годы, что очень способствовало развитию детской онкологии в этом регионе. В 1919 году Воронежское гематологическое отделение детской городской больницы номер 1 Воронежа было переориетировано на лечение больных с гемобластозами, а с 1991 года через год в нем стали получать противопухольтерапию и дети с солидными злокачественными образованиями, до сих пор теперь там вообще слилось это отделение, стало большим и одно из лучших отделений нашей страны. В 1995 году объединение онкогематологических отделений привело к образованию детского онкогематологического центра. А в 2007 году вот то, о чем я сказал, создан единый центр на 70 коек и 50 из которых предназначены для детей со злокачественным образованием. Правильно я говорю? Здесь есть живые свидетели этому. В 1990 году в городской клинической больнице номер 31 Санкт-Петербурга было открыто отделение детской онкологии и гематологии на 35 коек, где получали лечение больные только со злокачественным образованием всех локализаций. Большинство работающих в отделении врачей получили образование на кафедре детской онкологии, а также обучались и в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании. Руководил этим отделением профессор Белогурова Маргарита Борисовна, которая была ученицей питерской школы и института Петрова. В 1990 году по решению правительства Министерства здравоохранения было принято решение об открытии первого в нашей стране отделения трансплантации костного мозга вне детской онкологии и гематологии. История простая. Лев Абрамович Дурнов на одном из СИОПов познакомился со Стюартом Сигалом, который возглавлял детское онкологическое направление в Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах Америки. И Сигал после визита к нам сюда предложил организовать детское онкологическое отделение трансплантации костного мозга. В связи с этим были посланы люди, вы видите здесь, Георгия Ледомировича Медкевича в период его первого обучения этой науке. И в ту пору я тоже активно участвовал в этой работе. В 1991 году на основании постановления Совета Министерства Российской Федерации был организован научно-исследовательский институт детской гематологии. Вот Александр Григорьевич Румянцев его выкохал, поднял и довел до Федерального научно-клинического центра и далее то, о чем он расскажет после того, как я уйду с этой сцены. Вот койки этого института, которым руководил Александр Григорьевич, были расположены на нескольких базах тогда. Это РДКБ, Первая детская больница, Третья ДКБ, Боткинская больница в отделении онкодиспансера Московской области и еще был открыт филиал института детской гематологии в Рязани. В 1993 году по решению губернатора Росселя на базе детского гематологического отделения Свердловской областной детской клинической больницы был построен и открылся центр детской онкологии, построенный под патронаж благотворительной организацией Кер-Германия. Это уже то время, когда мы вместе принимали участие в открытии этих отделений. Это сейчас очень хорошее, классное, совершенно межрегиональное тоже отделение. Там была открыта лаборатория иммунофенотипирования, потом была открыта лаборатория цитогенетики, к которой даже мы обращались, когда у нас этого не было. В 1995 году была создана собственная хирургическая база центра и там люди оперируют все фактически то, что можно оперировать. В 1997 году центр детской онкологии был назван именем профессора Ламперта, он был присвоен названием первого почетного иностранного профессора Руальской государственной медицинской академии. И в 2004 году была организована палата интенсивной терапии, она была реорганизована в отделении анестезиологии реанимации интенсивной терапии и с той поры в принципе там уже началось проведение высокодозной терапии и возможности трансплантации костного мозга. В Перми в 1995 году с помощью западно-германского радиотелевидения было построено и оснащено новое здание детского онкологического центра города Перми. Мы с Александром Григорьевичем были там, катались на корабле по Каме с немцами, очень было интересно, очень здорово стали работать. И этот центр построили всего за 11 месяцев на благотворительные средства жителей Германии и средства областной администрации. Хочу сказать, что Керргермания сыграла очень большую роль. Как-то вот Лев Абрамович при всем его тонком нюхе он как-то прошел мимо этого и позиции в этом плане были ну не могу сказать, что перехвачены, переданы академику Румянцеву Александру Григорьевичу, который прекрасно сумел использовать эти возможности для развития детской онкологии и гематологии на территории Российской Федерации. В 1996 году состоялось открытие областного детского гематологического центра и то же самое большинство врачей прошли стажировку в ведущих клиниках России и Германии. И в прошлом году я вручал золотую медаль академика Блохина представителям германского радиотелевидения, которые принимали участие в строительстве этого пермского онкологического центра. В 1995 году был открыт отдел онкогематологии в городе Сочи, а в 1998 году ему был придан статус детского краевого онкогематологического центра. А потом в 2000 году были выделены койки для детей с гематологическим онкологическим заболеванием Краснодарской детской краевой больницы, на основе которых было создано отделение. Там есть существующее отделение онкогематологии и отделение для солидных опухолей. И с 2008 года в Краснодаре действует детский краевой онкогематологический центр. Вот то, что так сыграла роль специальность детской онкологии, которая была в 1997 году принята, стали получать сертификаты детской онкологии, официально имея право заниматься детской онкологией. В 2001 году в областной детской клинической больнице в Архангельске было открыто отделение химиотерапии на 20 коек. В 2003 году был создан онкопедиатрический центр. И в 2008 году открыта новая база для детского онкологического отделения. В августе 2005 года на базе научно-исследовательского института детской гематологии 2005 год. Видите, большой период жизни прошел до того, когда удалось осуществить мечту и построить центр детской гематологии, онкологии, иммунологии, который был рассчитан на 220 коек. Это по тем данным способны принимать до 700 первичных пациентов в год с проблемами гематологии, иммунологии, и онкологии. На самом деле это, безусловно, более серьезные цифры, которые мы сейчас видим. И в июне 2011 года тогда состоялось открытие центра, директом центра стал академик Александр Григорьевич Румянцев. В 2007 году отделение Оренбургской областной детской клинической больницы переехало в онкологический диспансер, и там было открыто отделение на 50 коек, включающее отделение ТКМ. И хочу сказать, что это такая тоже интересная дата или явление, потому что подпитка уже и института детской онкологии, и ФНКЦ, она стала осуществляться за счет кадров наших областных периферийных врачей, которые достигли высокого уровня, и потом были приглашены на работу и в онкологический научный центр, и в ФНКЦ, и продолжают это делать и сейчас. В 2007 году оконченное строительство и был введен центр Раисы Максимовны Горбачевой в Санкт-Петербурге. Это осуществлялось под руководством президента Горбачева, Национального резервного банка, который возглавлял Александр Лебедев. Клиника института располагает 72 койками, из них 30 предназначены для проведения аллогенных трансплантаций костного мозга. Федеральный научно-клинический центр, ФНКЦ, это крупнейший современный центр. В начале 2012 года, то есть от момента открытия до первых пациентов, прошло 5 или 6 месяцев, принял первых пациентов со злокачественными образованиями. К чему это все привело? На самом деле, был ли смысл вот такой большой работы и нужна ли эта специальность, нужна ли эта профессия для нас? безусловно, нужна. Здесь представлена численность детского населения, которое составляет порядка 30 миллионов на сегодняшний день, и вы видите по нашим федеральным округам, какое население представлено по-разному, оно по-разному, потому что есть численность населения высокая, такие как Центральный округ, Поворский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, есть небольшие совершенно территории, и где есть другая плотность населения. Здесь представлены данные заболеваемости наших детей по различным регионам, по различным округам, здесь представлены данные наименьшей заболеваемости и наибольшей заболеваемости. Почему здесь так сделано? Потому что у нас есть масса всяких проблем, в том числе недоучет этих заболеваний, вы видите, по каким регионам есть недоучеты, по каким регионам заболеваемость соответствует, а в некоторых очень высокая. По итоговой статистике здесь обозначено порядка 30 миллионов детского населения, здесь обозначено сколько у нас коек онкологических, гематологических и всего, и в онкодиспансерах. У нас на 8 регионах койки в онкологических диспансерах, и врачи, которые сертифицированы или не сертифицированы, и те пациенты, впервые выявленные пациенты, вы видите, что порядка 4, это 2017 года данные, которые были представлены на конференции «Белая ночь», и порядка 4 тысяч детей заболевает ежегодно, и фактически почти половина из них, ну 30% направляется в федеральные центры. О чем это говорит? О том, что еще недостаточно серьезная оказывается помощь на местах и не может быть оказана в полном объеме. Фактически 38% больных направляется в федеральные центры. Понятно, что федеральный центр, который, ну, Москва, где центральный федеральный округ, проще госпитализировать пациентов сюда, чем лечить на местах некоторые вещи, но, тем не менее, эта цифра такая достаточно большая. Что касается врачей, у нас сертифицировано около 300 врачей, нуждаются в сертификации еще порядка третий врачей, которые не имеют специализации по детской онкологии, но работают в системе, ну, в этих отделениях. Это могут быть просто гематологи, это могут быть просто врачи-педиатры, которые привлечены для работы, тем не менее. Работа такая ведется, и количество врачей увеличивается. Согласно приказу 560-му предусмотрен порядок оказания медицинской помощи, который начинается с детской поликлиники, кабинета детского онколога, который существует, отделение соматической многопрофильной детской больницы, отделение детской онкологии, на базе которой располагается, на базе областной, как правило, или краевой детской больницы, или онкологического диспансера, и, наконец, это федеральный центр. Ну, вот такая вот сложная, трудная схема, по которой мы работаем, и я надеюсь, что мы совместными усилиями как-то ее немножко упростим и усовершенствуем в ближайшее время. Тем не менее, 80% пациентов в результате всех этих трудов могут быть излечены с помощью комбинированных и комплексных методов лечения. И также развиваются другие методы лечения, это новые лекарственные агенты, иммунотерапия, клеточная терапия и так далее. Безусловно, существуют проблемы, которые надо решать. Они были при Льве Абрамовиче Дурнове в течение всей его жизни, эти проблемы, которые поднимались, которые частично решались, но еще много проблем, которые предстоит нам решить, его наследникам, его последователям. Безусловно, это связано с организационно-методическими проблемами, медицинскими проблемами. Особенная боль вызывает финансо-экономические проблемы, и, безусловно, это научно-методические образовательные проблемы. Но, тем не менее, у нас есть большие перспективы, я их не буду называть, потому что все вы это знаете, потому что все здесь собрались профессионалы. И одним из моментов, который, ну, пока, может быть, еще так не вошел плотно в нашу жизнь, это развитие реабилитации палеотивной помощи, но уже есть приказ по палеотивной помощи. И вы знаете, что реабилитационные направления развиваются, и не только здесь, в Подмосковье, где есть русское поле, к сожалению, липки загублены у нас, но есть такие отделения и в краевых областных центрах при детских отделениях. Ну, я сейчас все-таки хочу закончить на том, что потрясающей была личность Лев Абрамовича. Это здесь момент награждения Орденом Дружбы Народов, который мы вручили. Мы его поздравляем на конференции. Это вот конференция, вы видите здесь Валентина Ивановича, вот он здесь сидит у нас, гостем сегодня. Это очень приятно. Александра Ивановича Салтанова и многих людей, которые работали в онкологическом центре. Лев Абрамовичу удалось создать очень серьезную структуру. Это то, что сейчас мы имеем, наш институт, в котором есть отделы общей онкологии, химиотерапии, анестезиологии, реанимации. Очень мощное, классное совершенно отделение лучевых методов диагностики, научно-консультативное отделение, оргметодотдел, лаборатория цитологии. И долгие-долгие годы существует школа. Мы были в ФНКЦ, видели школу современную с учебными классами, с дистанционным обучением. Мы к этому тоже придем в новом институте, безусловно. Но школа наша работает в течение более чем 25 лет. Вот здесь на базе нашего института полноценное школьное образование, создача экзаменов и так далее. Поэтому нам тоже есть чем похвастаться. Вот Лев Абрамович всегда был за то, чтобы дети не только получали лечение, но были радостны, были немножечко оторваны от болезни. Поэтому для этого всегда делались всякие концерты благотворительными организациями, которых он привлекал и сам состоял в этом. И хочу сказать, что создание академиком Львом Абрамовичем дурного специальности детской онкологии явилось крепким фундаментом для развития этой дисциплины в нашей стране. Дело колоссальное развитие огромному пласту научных исследований, который проводят его соратники, коллеги, ученики, последователи, разрабатывая, внедряя в практическое здравоохранение новые современные методы диагностики и лечения детей со злокачественными образованиями. Специалисты в области онкологии и педиатрии, медицинская общественность по достоинству оценивают масштаб личности академика Дурнова, основоположника советской российской детской онкологии. Здесь хочу сказать, что Лев Абрамович был не только великолепным рассказчиком, он был удивительным человеком, который помнил тысячи стихов, он мог перечитать любого человека. Вообще очень был разносторонний, разнообразный интеллектуальный такой человек, с которым было всегда очень интересно рядом находиться. И вот вы здесь видите, что это предпоследний год его жизни, когда он уже очень серьезно болел, вот у него уже там в виде нас сыт, и тем не менее он поехал с нами на конференцию, вы видите, глаз горит. Может быть, потому что Светлана Рафаэльна здесь рядом, но не знаю. Во всяком случае, одной рукой он вот туда обращен, и он всегда оставался жизнерадостным, таким веселым, энергичным человеком до самой своей смерти. И вот так, когда я смотрю на эту фотографию, так я думаю, у него такое, вот как будто бы, что же я натворил-то вот в России, в Советском Союзе, чего я наделал теперь? Вот я уже ухожу, а вот вы здесь оставайтесь и продолжайте работать. Благодарю вас за внимание.